Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня у нас роллы. Я их заказала. В прошлый раз у нас были домашние, а в этот раз уже заказаны из ресторана. Сет очень крутой, особенно мне нравятся вот эти запеченные. Обалденные, просто тает во рту этот сет. Я заказываю не в первый раз. Обалденно крупная Филадельфия. Единственное, была очень долгая доставка. Просто у ресторана было очень много заказов, но ничего. Итак, давайте приступим. Здесь у нас соевый соус. Обычно я его ставлю вперед к себе. В этот раз делала наоборот. Давайте начнем с Филадельфии. Я прям голодная, честно, очень голодная. Макаем немножко. Я сильно макать не люблю. Запивайте мы все это будем колой. Кола зиро. Худеем. О чем я хотела с вами поговорить. Вчера, чисто случайно, в Ютьюбе у меня вышла реклама одного сайта, где доставляются брендовые вещи. Американский сайт. И зашла я в раздел с сумочками. Я всегда думала, что брендовые сумочки стоят очень-очень дорого. Наткнулась на одну сумку. Мне она очень понравилась. Это Армания. И вроде недорого. Ну как недорого? Относительно недорого. Но учитывая, что каждый раз мы покупаем сумки, они быстро рвутся, портятся. И на них мы тоже тратим деньги. Можно просто один год не покупать тебе сумки, а потом купить себе какую-то брендовую. Пусть даже не супер дорогой какой-то бренд. Можно, например, взять сумочку от Michael Kors. Тоус. Москвина. Доставка там тоже платная. Но если все приплюсовать, все равно получается не очень дорого. Все-таки эти брендовые сумки, они намного прочнее, чем те сумки, которые мы покупаем здесь в городе. Те же Zara. Ты вообще зайдешь в Zara. Реально такие цены. Легче уж добавить и купить себе что-то брендовое. Вот. Поэтому я хочу сделать заказ. Но не сейчас, чуть-чуть попозже. Но обязательно хочу, чтобы у меня в коллекции была какая-то базовая сумочка. Оригинальная какого-то модного дома. Очень красивые сумки от Москвина. Но они чуток подороже. Причем без разницы, какой вы делаете заказ, все равно бесплатной доставки нет. Это, конечно, минус. Но попробовать стоит что-то такое заказать. Я раньше была противником супердорогих каких-то вещей. Сейчас тоже в плане одежды я не готова покупать. Но сумки, мне кажется, они должны быть и практичные, и должны долго служить. Если они будут из кожи, это тоже неплохо. На мой взгляд, за сумку можно заплатить. Я рассматриваю сумку где-то в районе 500-700 долларов. Конечно, есть модели, которые мне нравятся, например, от Chanel. Но там сумки начинаются от полтора. Полторы тысячи долларов. Для меня это все-таки дороговато. Поэтому я возьму что-то себе по карману. Что-то не очень дорогое, но в то же время качественное, хорошее. Я просто с одной стороны создаю себе иллюзию, что я экономлю. Покупаю не очень качественные сумки. Почему я не готова платить за вещи? Все очень просто. У меня, например, в шкафу есть вещи, которые просто висят. Если я, как только куплю вещь, сразу не начну ее носить, скорее всего, она мне просто так будет лежать. Например, кольцо. Я купила, сразу надела и все. Ношу уже три месяца. Не снимаю. Есть у меня украшения санлайта. Они до сих пор там лежат в шкатулке. В шкатулке. И что-то не носится. Ммм, какой имбирь вкусный. Соскучилась я по роллам конкретно. Вкуснотища просто. Просто вкуснотища. Еще, кстати, одно платье продала на сайте. Советую вам все ненужное, что у вас есть дома, поставить на любой какой-то сайт, где продают поддержанные вещи. Я даже не ожидала такой реакции. То есть, постоянно звонят. Я поставила мамин номер телефона. Ей постоянно звонят, что спрашивают, уточняют и так далее. То есть, все, что не нужно, не выбрасывайте. Если есть возможность, кому-то отдайте или просто продайте, сделайте деньги. Хоть за небольшую какую-то стоимость. Особенно детские какие-то вещи. Я еще вчера ставила опросник в инстаграме и так и забыла ответить на вопросы. Давайте хотя бы на парочку ответим. Ездишь ли ты на общественном транспорте? Вопрос задает мне Кристина. Кристина, тебе огромный привет. И, конечно же, еду. Вы легко можете меня встретить в метро. Вы знаете, когда я вызываю такси, я его либо вообще не вызываю, либо вызываю бизнес такси премиум. Потому что мои нервы мне дороже. Когда ты едешь на такси эконом-класса, мне обычно не нравятся водители, которые начинают рассказывать про свои проблемы, про то, как им мало платят, почему оплата карты, и начинаются какие-то неприятные моменты. У меня такое было. Было много раз. Например, в приложении «Одна цена» ты, естественно, платишь эту цену. Мне удобнее пользоваться картой. Объясню, почему. Было много случаев, когда я возвращалась. Например, у меня стольник в руках. У меня нету мелочи. Когда ты даешь таксисту, он говорит, у меня тоже нету мелочи. И ты должна обязательно эти деньги сходить, где-то разменять, что-то ненужное купить, чтобы дать таксисту. А когда у тебя карточка, автоматически вычитывается та сумма, которую ты должен заплатить. Но таксистам нашим это в большинстве случаев не нравится. Потому что, когда ты платишь налично, то ты не требуешь копейки обратно свои. Например, платишь, округляешь сумму, и платишь больше, чем ты должен заплатить. И меня это немножко раздражает. И сейчас на. И поэтому я заказываю обычно, в 90% случаев, премиум такси. Дело не в том, что там машина дорогая, я какая-то вся на понтах. Нет. Я такой человек, если я сегодня утром поссорюсь с таксистом, или он мне скажет что-то неприятное, все, у меня уже целый день не будет настроя. Не будет настроя снимать, испортится настроение. Либо метро. Смотря в какое время и смотря куда я еду. Если далеко, на метро не очень выгодно. В плане того, что я живу в одном конце города, а метро делает огромный просто круг. Легче поехать на такси. Вот. А так, по большому счету, если честно, я выбираю салоны красоты, лазерную эпиляцию, все, что находится недалеко от моего дома. Я не понимаю смысл, зачем ехать на лазерную эпиляцию на другой конец города. Ну вот смысл. Зачем? Здесь один и тот же аппарат. Не знаю, здесь хорошие мастера и там. Мы с подружкой когда гуляем, она вся говорит, да, поедем в центр. А мы с ней живем недалеко друг от друга. У нас в этой зоне дофига ресторанов. Я ей всегда говорю, вот зачем нам ехать через весь город в центр, потратить 30 минут своего времени, чтобы посидеть в таком же ресторане, который находится в центре. У нас даже был случай. Мы хотели сесть покушать шоколадные вафли. И у меня около дома есть этот ресторан, но мы пошли в филиал, который находится в центре города. Потратили время на дорогу и посидели там. Еще, кстати, полчаса ждали, пока освободится какой-то столик. А у нас около дома там вообще пусто, спокойно, музыка играет. Чувствуешь себя безумно комфортно, нету этого гула. А в центре города вообще сесть негде. И зачем нам переться туда? В этом плане мы с подругой вообще друг друга не понимаем, если честно. В общем, я наелась. Было очень вкусно. Обалденные роллы, особенно Филадельфия вкусные. Вот эти вот обалденные. эти мамочки оставлю. Мама вот эти вот особенно любит. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и писать комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok